Всех приветствую! Пока Бесвоб на своей пограничной отметке в 1 доллар, я решил ответить на вопрос, который интересует многих. Как выгоднее стейкать его в пуле? С автореинвестированием или же с ручным инвестированием? Разные мнения озвучивают разные люди. А именно люди, которые зарабатывают на рефералках, не отличаются друг от друга в выводах о том, что выгоднее с ручным реинвестированием. Те, кто считают сами, пишут обратно. Я же поступлю так. Сделаю два одинаковых счета, сравню результаты спустя время и расскажу, почему первые топят за ручное. Поехали! Инвестирую по 100 Бесви на тот и другой пул. В одном вкладе происходит, соответственно, автоматическое реинвестирование полученных процентов в тело вклада, а во втором я первые три дня реинвестировал накопленные проценты раз в сутки. Ну и как результат, увидел отставание по итоговым суммам. Следующие три дня во втором вкладе я реинвестировал по два раза в сутки, утром и вечером. Ну и в этом случае вклад с реинвестированием отыграл в плюс. Кроме этого, нужно учитывать, что каждое ручное реинвестирование – это дополнительный расход на транзакцию в сети BNB, что дополнительный минус для небольших вкладов. Ну и да, вклады маленькие, соответственно, разница в центах. Более существенная разница хорошо будет заметна на вкладах от 1000 Бесви. Почему же многие при очевидной выгодности авторы инвестирования рекомендуют ручной пул? Скажу вам честно, хоть мне это и не выгодно. Когда рефералы инвестируют в автопул, то те, по чьим реферальным ссылкам они это делают, не получают реферального бонуса. Вот и весь секрет. Так что доверяй, но проверяй. Это принцип, который на этом рынке поможет заработать больше. Спасибо за внимание, пишите комментарии, я стараюсь отвечать на все. Ну и само собой, вступайте в наше дружное комьюнити в Телеграме.